Слияние поглощения на первом деловом. С вами Игорь Мищенко. Сегодня в выпуске. Константин Жувага приобретает активы в Австрии и Бразилии. Группа СКМ купит обогатительную фабрику Колосниковская. Девелоперская компания Aleph Estate станет совладельцем коростышевского карьера, а также миллиардной сделки мирового рынка слияний и поглощений. Константин Жувага приобретает международного трейдера с ривыми товарами – компанию VA InterTrading. Подконтрольная украинскому бизнесмену люксембургская компания Kalexco станет собственником 38,5% акций VA InterTrading. Свою долю в этой компании продает крупный мировой производитель стали – австрийская Falstapina Group. Как сообщается, Константин Жувага и австрийскую сталелитейную группу связывают давние партнерские отношения. Подконтрольная бизнесмену горнорудная компания Forexpo поставляет железорудное сырье для металлургических предприятий Falstapina. Подробности сделки не разглашаются. Известно, что стоимость покупки составила несколько десятков миллионов долларов. По мнению аналитиков, покупка сырьевого трейдера позволит Константину Жувага расширить линейку экспортных товаров, в первую очередь тех, которые производятся в Украине. VA InterTrading с момента своего основания специализировалась на операциях с металлом, однако теперь переориентировалась на торговлю зерном. Участники рынка отмечают, что компания в последние годы не развивалась и поэтому нуждалась в приходе нового инвестора. VA InterTrading – международный трейдер, специализирующийся на торговле сырьевыми товарами. Компания работает на металлургическом, агропромышленном, химическом и фармацевтическом рынках. Основана в 1978 году австрийской сталилитейной корпорацией Falstapina Group. В Украине VA InterTrading контролирует стивидорную компанию Novolog, которая работает в Одесском морском торговом порту. Еще одно приобретение – Константина Живага. Его горнорудный холдинг Forexpo приобрел пакет акций бразильской железорудной компании Perils Resources. Как сообщается, Forexpo за 9 месяцев нынешнего года скупила у мелких акционеров Perils Resources 14,4% акций. Общая сумма потраченных средств составила 80 миллионов долларов. Аналитики считают такую покупку крайне выгодной. Акции Perils на сегодня считаются недооцененными. Кроме того, данная сделка позволит горнорудной компании Константина Живага диверсифицировать страновые риски и выйти на новые рынки. Напомним, Бразилия является вторым после Австралии крупнейшим экспортером железной руды в мире. В свою очередь, Perils планирует войти в пятерку крупнейших железорудных компаний Бразилии. Perils планирует расширить объем производства до 15 миллионов тонн железорудного сырья в год. Для сравнения, на контролируемых Perils по украинских месторождениях в прошлом году было выпущено около 10 миллионов тонн. При этом руда в Бразилии более высокого качества, чем в Украине, и требует меньших затрат на производство. Perils Resources – бразильская горнорудная компания, разрабатывающая месторождения в самом крупном железорудном бассейне страны – Minas Gerais. Запасы Perils оцениваются в 4 миллиарда тонн. Среди акционеров компании – один из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, швейцарская компания Glencore International, а также известный американский миллиардер Карл Икон. Forexpo – крупнейший производитель и экспортер железорудных окатышей в СНГ. Основной актив компании – это Полтавский горнообогатительный комбинат. Основные регионы экспорта – страны Европы, Китай и Япония. В 2007 году компания Forexpo PLC получила листинг на основной площадке лондонской фондовой биржи. Ее акции вошли в состав индекса FTSE 250. Группа SKM, управляющая активами Рината Ахметова, намерена купить обогатительную фабрику в Донецкой области. Как стало известно, кипрский холдинг SKM станет владельцем почти 100% акций центральной обогатительной фабрики Колосниковская. На сегодня у предприятия три крупных акционера – офшорная компания Omni International Ventures и две донецкие – Ars и InvestEnergoogle. Напомним, что компания Ars считается близкой к группе Рината Ахметова и известна как один из крупнейших игроков на украинском угольном рынке. Компания подконтрольна народным депутатам Александру Гуменеку и Сергею Кью. Финансовые детали данной сделки не сообщаются. Как ожидается, обогатительная фабрика Колосниковская войдет в состав металлургического холдинга Metinvest Рината Ахметова и Вадима Новинского. Сейчас активы Metinvest по добыче коксующегося угля представлены компанией Краснодон Уголь, в составе которой пять угледобывающих подразделений и две обогатительные фабрики. Группа System Capital Management – это крупнейшая финансово-промышленная группа Украины. Управляет активами в горно-металлургической отрасли – это холдинг Metinvest, энергетики – холдинг ДТЭК, финансовом секторе – ПУМ, банк Ренессанс Капитал, страховая компания АСКО. В телекоммуникациях – группа ВЭГА и компания Астолит. В сельском хозяйстве – агрохолдинг Харвист. Недвижимости – эстахолдинг. Медиабизнесе – медиагруппа Украина. Розничная торговля – украинский ритейл. Добыча глин, холдинг UMG, торговля нефтепродуктами – компания Параллель, машиностроение – холдинг горные машины, транспортном бизнесе – компании Портинвест и Лемтранс и других сферах бизнеса. Всего группа СКМ объединяет более 100 предприятий – в Украине, России, США, Италии, Великобритании, Швейцарии и Болгарии. Консолидированный доход группы в прошлом году составил 23,5 млрд долларов. Днепропетровская девелоперская компания «Алев Эстейт» станет владельцем 49% акций Коростышевского карьера в Житомирской области. Еще чуть более 43% приобретут два физлица – Игорь и Андрей Мороз. На конец прошлого года эти пакеты акций принадлежали менеджменту предприятия. Как известно, «Алев Эстейт» – крупный игрок на рынке торговой и элитной недвижимости Днепропетровска. Компания входит в состав торгово-промышленной корпорации «Алев» – бизнесмена Вадима Ермолаева. Мотивы данной покупки не сообщаются. Коростышевский карьер основан в 1971 году. Предприятие занимается добычей декоративного и строительного камня, а также производством гранитных облицовочных плит, архитектурно-строительных и декоративных изделий из природного камня. Торгово-промышленная корпорация «Алев» – это многопрофильная корпорация, контролирует предприятие в 19 направлениях бизнеса, в том числе производство и импорт потребительских товаров, строительные материалы, недвижимость, виноделие, аграрный бизнес, банковские услуги, страхование, транспортные перевозки и другие. Среди торговых марок корпорации – «Агробанк», «Агросфера», «Лунапак», «Тавриа Лайн», «Столетов», «Золотая Амфора», «Клинков», «Хельсинки» и многие другие. У меня все. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. «Версачи» ищет инвестора, «Делл» станет частной компанией, а крупнейшая в мире горнорудная «Вейл» распродает логистический бизнес. Правительство Бельгии намерено продать долю в банке BNP Peribon. Государству принадлежит около 10,5%. Сейчас в правительстве обсуждается вопрос об объеме продажи. Вся доля может принести 6 миллиардов евро. BNP Peribon – финансовый конгломерат, европейский лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг и один из шести сильнейших банков в мире. Вместе с «Ющета Дженераль» и «Кредит Леуайне» составляют большую тройку французского банковского рынка. Штаб-квартиры в Париже, Лондоне и Женеве. Майкл Делл выкупает Делл. Основатель компании заплатит 25 миллиардов долларов. Акционеры уже одобрили предложение. Таким образом, один из крупнейших производителей персональных компьютеров в ближайшее время станет частной компанией, а его акции будут выведены с биржи. К реструктуризации подтолкнуло резкое ухудшение показателей Делл. Основатель сообщил, что собирается вновь вернуть компании дух новаторства, который в свое время помог ей выйти на ведущие позиции мирового рынка компьютеров. После сделки Майкл Делл будет владеть 75% компаний. Остальная доля будет принадлежать Silver Lake Partners. Делл – американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Штаб-квартира находится в Раунд-Роке, штат Техас. Листинг на Насдок. Крупнейшая в мире горнорудная компания Вейл распродает логистический бизнес. Оценили ВИЛА в 1,2 миллиарда долларов. Покупателем 20% акций станет японская корпорация Митсуи. Она заплатит 675 миллионов долларов. Еще 16% ценных бумаг выпит бразильская госбанк Кайша Экономика. Компания заплатит 500 миллионов долларов. Кроме того, Вейл ведет эксклюзивные переговоры с канадской Брукфилд Эссет Менеджмент по продаже 26%. Таким образом, после закрытия всех сделок собственности горнорудного добытчика останется менее 40% акций логистического оператора. Вейл занимает второе место среди горнорудных концернов мира, является крупнейшим поставщиком железной руды и вторым по величине производителем никеля. Кроме того, ведущий оператор железных дорог и крупнейший частный оператор портов Бразилии. Листинг на фондовых биржах Гонконга, Нью-Йорка, Мадрида, а также Euronext. Подразделение VLI контролирует свыше 10 тысяч километров железнодорожных путей, 600 локомотивов и 13 тысяч железнодорожных вагонов. Ведущий производитель нержавеющего проката в Тайване собирается купить медзавод в Италии. Компания будет претендентом на покупку итальянской АЦА Специали Терни. В результате ЕА Юнайтед Стил может стать первой компанией из Азии, купившей европейский актив по выпуску нержавеющей стали. Завод оценивается в 500 миллионов евро. АЦА Специали Терни, итальянская металлургическая компания, может производить до 1,8 миллионов тонн стали в год. Объем продаж предприятия в 2012 году составил около 2,5 миллиардов евро. ЕА Юнайтед Стил создана в 2005 году как поставщик, специализирующийся на нержавеющей стали, алюминия и сопутствующих товаров. Занимается заготовкой, переработкой и торговлей стали и алюминия по всему миру. Версачи нужен инвестор. Итальянский модельер Донателло Версачи ищет покупателей миноритарного пакета акций итальянского дома моды. Планируют в семье Версачи поделиться приблизительно 20%. Сумма сделки оценивается в более чем 1 миллиард евро. По словам Версачи, инвесторы необходимы для поддержания плана роста компании. Дом моды уже получил ряд предложений, которые сейчас рассматриваются. Нового партнера компании планируется объявить в конце октября. Версачи – итальянская компания, производитель модной одежды и других предметов роскоши. Компания была образована в 1978 году модельером Джанни Версачи. После смерти основателя в 1997 году компанию возглавила его сестра Донателло. Группа Шеффлер сократила долю в производителе шин Континентал. Речь идет о 4% акций. Продали их за 950 миллионов евро. Вырученные средства направлены на сокращение задолженности Шеффлер. После продажи у корпорации остались 46% акций Континентал. Шеффлер Групп – второй по величине производитель подшипников в мире. Разрабатывает и производит подшипники, использующиеся во многих отраслях, в том числе в промышленности, автомобилестроении, медицинской технике и в аэрокосмической отрасли. Имеет более чем 180 предприятий в 50 странах мира с численностью сотрудников около 76 тысяч человек. Континентал AG – производитель автомобильных шин различного назначения и резинотехнических изделий. Имеет производственные мощности в Германии и еще ряде стран Европы. Акции торгуются на франкфуртской, гамбургской и штутгардской фондовых биржах. Google приобрела BAM Technologies. Компания является разработчиком мобильного приложения. Оно позволяет обмениваться данными беспроводным способом. Чтобы осуществить обмен, пользователи должны не сильно стукнуться смартфонами. Аналогичным способом можно также передать данные со смартфона на компьютер. Цена сделки не разглашается, но по оценкам аналитиков покупка обошлась Google в сумму от 30 до 60 миллионов долларов. Google – американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачное вычисление и рекламные технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу AdWords. Листинг на бирже NASDAQ. Компания BAM Technologies была основана в 2008 году. Помимо BAM, компания разработала еще два мобильных приложения – Flock и BAM Pay. Первая предназначена для создания коллективных фотоальбомов, пользователями которые находятся рядом друг с другом. Вторая позволяет осуществлять пилотежи через PayPal, стукаясь с телефонами. Вы смотрели «Слияние поглощения» – обзор главных новостей рынка M&A Украины и мира. Увидимся в новом выпуске программы на Первом Деловом. Субтитры создавал DimaTorzok